В общем, я сразу хочу предупредить, да, такие организационные моменты по лекции. Когда я читала лекции своим студентам, я преподавала фармацевтическую химию на фармафакультете. В своих лекциях я рассказывала там о физико-химических методах на примере котиков, про титрование рассказывала на примере любовных треугольников. В общем, я люблю рассказывать просто, со всякими там ассоциациями, картинками. Поэтому у меня в презентации очень мало слов, много рисуночков, которые я нарисовала. Но я надеюсь, это вам поможет понять то, о чем я рассказываю, и что-то в вашей голове отложится. Вот. Плюс у меня еще есть такая, знаете, проблема, я очень быстро говорю. Поэтому если есть вот человек, который будет отвечать за тайм-менеджмент, и если я начну говорить слишком быстро, будет мне подавать знаки, это будет хорошо. Есть такой кто-нибудь, кто мне поможет с этим? Давай, поможешь мне. Ладно, если я буду ускоряться очень сильно, ты там не маши, я краем глаза увижу. Все, отлично. Вот. Давайте вкратце я расскажу, про что сегодня будет речь. Первая часть. В первой части я кратенько пройдусь по тому пути, который проходит препарат от молекулы до пациента. Потом подробненько остановлюсь на той части, в которой работаю непосредственно я, и которая больше всего обычно вызывает вопросов, там непоняток, там и так далее, и так далее. Немножко исторические отсылки сделаю. Вот. Вот. А в третьей части лекции, на самом деле, я вообще уже хотела уходить, потому что во время вопроса тут вообще большую часть моей лекции уже обсудили. Вот. А я такая думаю, ну ладно. Вот. В общем, в третьей части мы с вами поговорим про дженерики, про воспроизведенные препараты, да, почему одни препараты дороже в аптеке, почему одни дешевле, хотя как бы международное непатентованное название у них одно и то же, казалось бы. Ну ладно. В общем, давайте все. Я готова разбираться. Так. Ой, отлично. В общем, если суперкратко, суперупрощенно, путь любой молекулы до препарата выглядит примерно так. По-английски я здесь написала не для того, чтобы выпендриться себе, я английский знаю. Нет. На самом деле я вам потом в конце лекции дам ссылочку, и вы поймете, для чего я это все написала. В общем, первая стадия – это поиск новых лекарственных веществ, или там drug discovery. Следующая – это разработка лекарственных препаратов, или drug development. И следующее – это продвижение лекарственных препаратов, или drug commercialization. В общем, такие классные слова. Я работаю на второй стадии, ну как бы вот на втором этапе, если что, да, я специалист по клиническим исследованиям. Но для того, чтобы примерную картинку себе представлять, да, в голове, я сейчас расскажу про каждую из них. Вот. Сделаю такую пометочку. Мы сейчас говорим об оригинальных препаратах, то есть только о тех, которых никогда до этого на фармацевтическом рынке не было. Это важно. Это запомните. Итак, как можно создать новое лекарственное вещество? Первый путь – открыть или создать случайно. Это всем известная история с пенициллином, да, у нас там Флеминг устроил беспорядок в лаборатории, что-то здесь где-то намешал, намешал, потом обнаружил, что у него в одной чашке Петра ничего не выросло. Оп, сюрприз. Второй путь – это проверять все, что только можно. Ну, просто вот представим, вот возьмем мы вот это, хотим проверять там красители, будем проверять там все их эффекты, проверять вот это, проверять то, и случайно, может быть, что-нибудь выстрелит. И обычно, ну, действительно что-то выстреливал. Так, например, изучали красители, обнаружили красный стриптоцит, а красный стриптоцит – это производная сульфаниламиды, которая обладает антибактериальным действием. Круто? Круто. Третий способ – скопировать то, что было придумано природой. Ну, это вообще самое элементарное. Я у вас сейчас спрошу, предположите, пожалуйста, какие препараты, которые, вот, может быть, вы знаете, были скопированы у того, что было придумано природой. Есть кем-нибудь предполагает? Какая? Салициловая. Так, еще. Хинин, конечно, тоже природное соединение. Еще какие варианты? Как вы сейчас слышали? Дегоксин – это природное соединение, правильно? Это все как бы существует в природе, в растениях содержится. Дегоксин, по-моему, на перстах. Вот. Более того, гормоны. Все гормональные препараты были созданы на основе тех, действительно, гормонов, которые содержатся в нашем организме. Витамины. Никто витамины специально не сидел, не придумывал. Они все в природе уже содержатся. Просто их в какой-то момент открыли, структуру, там, раз, начали, научились синтезировать. Вот. И четвертый такой самый вообще мощный способ – это придумать структуру молекулы с заранее заданными свойствами и потом ее синтезировать. Но это вообще задача для суперменов на самом деле. Это только звучит так, что придумать. Это, на самом деле, работа с таким огромными, большими, сложными алгоритмами, работа с big data, вот эти вот, в общем, ну, такие сложные вещи, в которых я, честно говоря, не разбираюсь. И для меня люди, которые это делают, это вот вообще просто уровень бог, наверное. Следующее. После того, как мы молекулы насинтезировали, все решили, что, блин, вот выбрали там сотню, десятки какие-то, да, которые потенциально нам будут интересны, которые могут оказать какой-то эффект, да. После этого мы уже начинаем их всесторонне исследовать. Про это сейчас я кратенько расскажу, потому что на этом мы будем подробно останавливаться. В общем, мы проводим доклинические исследования, да, исследуем то, как эта молекула ведет себя с клеточками, с культурами клеток, с какими-то там фрагментами органов, с животными. После этого переходим на людей. Ну, вот человек только испугался, конечно, вообще клинические исследования, все всегда так пугаются, исследования на людях ты проводишь? О, боже мой! Вот. Это очень длительный процесс, это прям 11-12 лет, очень серьезный, мы про это с вами сегодня подробно поговорим. И следующий слайд, да, после того, как мы все необходимые исследования провели, мы препарат регистрируем, и тут вот начинается та самая такая, знаете, такой заговор фармацевтических компаний, там все дела. Конечно же, мы все немаленькие, мы понимаем, что когда препарат мы зарегистрировали, до того, как он попадет к пациенту, нужно провести огромную работу, чтобы пациенты, в принципе, о нем узнали, да, нужно его продвигать, там вот это вот sales and marketing, да, там маркетинг продажи, там и все такое. Это тоже большой пласт работы, потому что без этой работы, как бы все наши, там, я не знаю, все то, что мы делали, пойдет на смарк, потому что мы этот препарат, в принципе, не доведем до конечного потребителя, как бы потеряем кучу денег, и, ну, блин, все, никому не поможем. Это тоже нехорошо, поэтому, конечно, есть такое, нельзя немало не сказать про этот этап. Для меня, как для специалистов к клиническим исследованиям, эта схема, вот эта вот такая, она выглядит так, да, то есть у меня есть, у меня уже есть изначально молекула, я ее беру, мы проводим доклинические исследования, проводим клинические исследования, и потом там уже, бог с ним, пусть этот маркетинг разбирается, как бы у меня в голове, что это дальше все уже пациент. Вот, и теперь мы сейчас, значит, подробненько расскажем, что-то я немножко запуталась, ну, вроде бы я все знаю. Так, о, доклинические исследования, в общем, это первый этап, да, то есть когда фармацевтическая компания, вот на входе на этот этап, у нас уже есть там, ну, десятки, сотни молекул, которые потенциально могут стать препаратами. Почему потенциально, да, то есть это значит, что мы проанализировали их структуру, такие подумали, вот что-то здесь, ну, это на самом деле тоже алгоритмы, там вот это все загружается в программку, это все там анализируется, сравнивается с имеющими препаратами, в общем, это все суперсложно. Главное, что нам уже дают, говорят, вот ребята, проверьте вот эти препараты. Мы их проверяем. Проверяем сначала на клеточках, смотрим, как клеточки реагируют на этот препарат, умирают они, эти клеточки, там, какие-то там происходят, какие-то, ну, процессы происходят, да, следим, смотрим. Потом, если все вроде хорошо, клетка там не свернулась после того, как мы туда препарат капнули, мы начинаем исследовать, так, я, если что, рассказываю очень просто, да, там, имейте в виду дать, потом не рассказывайте, что я тут в клеточке сворачиваться. Вот, потом мы переходим на более высокий уровень, да, мы рассказываем, исследуем на культурах клеток, там, берем какие-то фрагменты органов, смотрим, как они реагируют на наши молекулы. Вот, если все вроде бы кажется ок, мы тогда уже переходим к животным, тут обычно все такие, блин, животные, они, конечно же, страдают, но я хочу вам сказать, что сейчас в последнее время животные за вот этим вот процессом тоже очень активно следят, есть такие куча документов на эту тему, типа Animal Welfare, да, то, что благосостояние животных в ходе этих исследований, поэтому все там хорошо, ну, как и насколько это может быть вообще хорошо, конечно. Вот, животных берут разных, разные виды животных используют, ну, чаще всего мы слышим, да, про мышек, про крыс, да, на самом деле исследование проводят на кроликах, на собаках породы бигль, я не знаю, почему именно бигль, вот честно, но именно бигль, вот, на коммунации, на обезьянах, и вот, ну, как бы, вот эти пять самых таких часто встречающихся видов животных в водоклинических исследованиях. Что проверяют, да, когда проводят доклинические исследования? Самое-самое важное, проверяют токсичность, да, смотрят то, как этот препарат действует на уже не на клеточку отдельную, не на отдельную, там, какой-то орган, ткань или так далее, они смотрят на то, как этот препарат действует на уже там работающую систему, да, то есть на целый организм. Вот, токсичность проверяют общую, то есть, ну, условно, там, дали препарат, посмотрели, что произошло, Или там в месяц подавали препарат, посмотрели, что произошло. Проверять специфическую активность. Специфическая, это там, например, ой, там куча всего на самом деле. Они проверяются то, как влияет препарат на репродуктивную функцию, да, то есть влияет ли препарат на то, там, как на беременность, на протечение беременности, на развитие плода. Проверяется канцерогенность, то есть вызывает ли препарат развитие там новообразования, да, рака. Там очень-очень большой пласт исследований. Плюс изучается также фармакокинетика. Фармакокинетика это то, значит, это, ну, как бы такой раздел фармакологии, который изучает путь, ну, там, то, что происходит с препаратом в организме. То есть мы сначала его ввели, он там, допустим, ну, там, внутрежелудочно, да, он уже, он всасывается правильно, поступает в кровоток, там где-то он, значит, концентрируется в разных органах, в разных тканях, от разных, это от препарата зависит. Потом он как-то может превращаться внутри организма, какие-то химические реакции могут происходить, и потом он еще обязательно выводится. Вот эти все процессы на животных тоже проверяются. Плюс проверяется эффективность, ну, как бы неэффективность, даже такая, ну, типа специфическая, ну, такая фармакологическая активность. То есть на модели животных создается, ну, как бы модель заболевания, и стараются проверить то, как этот препарат работает, работает ли вообще. Ну, то есть такой вот вариант. И, казалось бы, столько уже работы провели, да, зачем там уже дальше что-то делать? Но делают, проводят дальше. После того, это сейчас я что-то прям запуталась. В общем, доклинические исследования, на самом деле, отсеивают огромную часть молекул. То есть если у нас на выходе было, грубо говоря, 100 молекул, на доклинике больше половины отсеется сразу, потому что они окажутся либо токсичными, либо там что-то с ними будет и так, но обычно, конечно, они из-за токсичности отсеиваются. Вот. Все то, что не отсеялось, и все, что более-менее себя неплохо показало, оно пройдет дальше на этап клинических исследованиях. Клинические исследования – это исследования с участием людей, с участием людей. И сейчас это вообще очень тоже жестко зарегламентированный такой процесс. То есть во главу всегда ставится благополучие пациента. То есть обязательно исследования должны быть этичными, с добровольного согласия пациента. Дизайны исследований формируются таким образом, чтобы минимизировать вообще болезненные ощущения, какие-то страдания, чтобы минимизировать количество каких-то воздействий на пациента. То есть если, например, можно написать, что мы там 10 раз будем кровь брать, будут стараться уменьшать до минимального возможного. То есть там ну 3 раза возьмем кровь, допустим, чтобы, главное, слишком часто пациента не трогать. Вот. И это правильно, так и должно быть, потому что на самом деле, как бы то, что, например, на препарат показался безопасным до клиники, это вовсе не значит, что он на клинике никого не убьет, простите. Такое бывает, к сожалению, что у человека, конечно, все эти вещества могут действовать совсем по-другому. Вот. Но тут пришло время исторического такого немножко экскурса. Так было не всегда. Вот то, что я сейчас рассказываю, да. В прошлом веке половина препаратов, ну как бы не половина, почти все препараты выходили там вообще без доклиники, без клиники, и ну там посмотрели у 20 пациентов, о, нормально, все, выпускаем. То есть это было, ну это было не потому, что как бы такие все плохие, хотели там кого-нибудь там с побочными эффектами там убить, да. Нет, конечно. Просто это было из-за незнания. Я сейчас, я выбрала специально 4 таких исторических случая, о которых об одном знают все, об одном нам предыдущий лектор рассказал, таллидомидовая трагедия, ну и обо двух, два такие менее известные. Будьте здоровы. Первое. Это исследование сифилиса Таскиги. Это исследование, которое происходило в США в течение почти 40 лет. Посмотрите. Вот. Расскажу, в чем суть. Начиналось вообще все нормально. В общем, собралась группа врачей, которые решили исследовать сифилис, да, в 30-х годах. И в целом это было очень хорошее начинание, потому что, если вы знаете, раньше от сифилиса убирали очень ноги, ну не знали, как лечить там, да, и вообще такая действительно была, ну не эпидемия, конечно, но очень часто заболевание было. Вот. И изучали это заболевание на малоимущих слоях населения, и как получилось, что в основном как бы в эту группу, которую исследовали, вошли афроамериканцы. Так же политкорректно говорить, да? Все, окей. Вот. Все нормально. Начиналось, да, был спонсор, планировалось, что, значит, пациентов включат, да, сначала посмотрят, как протекает заболевание, потом начнут их лечить. Ну, правда, на тот момент особо препаратов-то не было, как бы там был сальварсан на основе мышьяка, там какие-то препараты ртути, это были супертоксичные, да, препараты, но в целом больше, в принципе, нечего было брать, нечем было больше лечить, поэтому как бы само начинание такое неплохое. Вот. И исследования начали, да, то есть посмотрели, начали пациентов кого-то лечить, была даже контрольная группа, которая не болела сифилизом, то есть там смотрели, проверяли, сравнивали. Вот. Но я не знаю, как бы, я не очень сильна в истории, но, в общем, наверняка кто-то силен. В общем, вот какого-то времени, там через пару-несколько лет, совсем-совсем в США разгрызалась великая депрессия, денег не стало, и финансирование исследований прекратили. Врачи собрались, посовещались, такие, думают, блин, ну сифилиз все равно надо изучать, давайте будем изучать. Изучали. Продолжили изучение, но... Ладно бы они его... А мне вообще плохо слышно или нормально? Хорошо. Хорошо? Ой, так еще лучше, ух! В общем, да, я лучше так буду говорить. В общем, врачи такие, ну, блин, надо сифилиз изучать дальше, будем изучать. Решили изучать. Все, изучаю, значит, пациент к ним приходит, все хорошо, и все бы было бы нормально, да, если бы они в один момент остановились, потому что в 40-х годах сифилиз начал лечить пенициллином, и успешно лечить, и весь мир лечил сифилиз пенициллином, но эти пациенты не знали об этом, потому что врачи всячески ограничивали... Во-первых, они об этом и мне говорили, они ограничивали их возможность получения терапии в других больницах, и вот эта вот горстка, ну, горстка пациентов, их было, блин, их было 300, по-моему, даже больше, они просто не знали о том, что это заболевание уже лечится во всем мире. Врачи им об этом, конечно, не говорили, более того, они их обманывали, когда приглашали на спинномозговую пункцию, это очень болезненная процедура, потому что возбудитель сифилиз, он проникает в спинной мозг, и, ну, врачи тоже хотели это изучать в том числе, и они брали спинномозговую пункцию, говоря, что это вот, знаете, это вот последний шанс получить лекарство, как бы, ну, пациентам что приходилось делать? Они приходили, как бы, на эту процедуру, и в итоге, представляете, в 40-х годах начали лечить сифилиз пенициллином, в 72-м году положили конец этому исследованию. 30 лет почти прошло с того момента, когда сифилиз уже начали лечить как нормально, да, и произошло это в 72-м году, да, потому что один из, ну, кто-то там из журналистов, в общем, поднял там какой-то кипиш, ну, и правильно сделал, конечно, и в конечном счете это все просочилось в СМИ, там был суд, были большие разбирательства, конечно, и даже считаются, ну, там, социологи считают, что вот этот вот эксперимент, он стал одним из таких, знаете, основ того, что афроамериканцы как-то предвзятно относятся к, ну, европеоидам. Есть же такая проблема. И вот это вот, это исследование тоже, возможно, как бы сыграло свою роль. Ну, в принципе, я не удивлена на самом деле, потому что большая часть участников исследования умерли от сифилиса, от осложнений, кроме того, они заразили своих жен, детей, а сифилис очень легко передается в быту, вот, поэтому, понимаете, да, там даже суд, разбирательство, как бы, ну, какая разница, все равно люди умерли, были, ну, как бы, пострадали их родственники, и это, ну, я считаю, это ужасно. Следующий пример уже касается непосредственно препаратов, это сульфаниламидных препаратов, ой, у меня даже даже экран здесь есть, господи, все нормально. В общем, сульфаниламидных препаратов, я сегодня про них уже говорила, да, что открыли их случайно. Это антибактериальные препараты, это был такой прорыв в 30-х годах, потому что очень много людей умирало от разных бактериальных инфекций, вот, и все хорошо, да, было, открыли сульфаниламид, компания-производитель такая, блин, как здорово, помогает, все хорошо, отлично, давайте еще сделаем лекарственную форму для детей, давайте, дети особо-то не пьют, конечно, таблетки, поэтому они решили сделать жидкую лекарственную форму, но тут получилась такая проблема, потому что сульфаниламид ни в чем не хотел растворяться, но вот они в этом попробовали, в этом попробовали, в этом попробовали, ну, что они решили, они в итоге его растворили в диетиленгликоле, нормально, да, это, если что, не замерзайка, которую мы заливаем в емкости наших автомобилей, а не в наш рот, я вообще не советую ее пить, это очень токсичное вещество, если что, да, вот, но они как бы все сделали, растворили, классно выпустили на рынок, и что вы думаете, препарат, они даже до клинику не провели, ну, вообще представьте, да, масштабы, препарат начал продаваться, и как бы, ну, практически вот один в один пошли смертельные случаи, умирали дети, умирали взрослые, которые там, ну, кто-то таблетки не может глотать, у всех разные проблемы бывают, в общем, и более ста человек, это было в США, да, они погибли, погибли, потому что никто не додумался вообще подумать, даже, ну, не подумал, да, в чем вообще растворяют, ну, ребята, ну, что это вообще творится, вот, а после этого, конечно, в США был большой вообще резонанс на эту тему, они даже выпустили очень важный для себя закон о пищевых продуктах, лекарствах, косметических средствах, где обязали всех производителей обязательно проверять токсичность всех компонентов, которые они включают там в какой-то из продуктов, вот, но, как бы, на самом деле, почему-то оказалось, что, пример, в США никого не научил, и я специально посмотрела, вот это вот диэтиленгликоль периодически всплывает до сих пор, тут даже в 2006-2008 году в Панаме и в Нигерии люди умирали от того, что кто-то там додумался добавить в препарат диэтиленгликоль, а там 60-х, 90-х были случаи, но в основном это были стороны третьего мира, поэтому я надеюсь, что до них это тоже скоро дойдет, что уделить диэтиленгликоль в препаратах, это очень плохо. Следующий пример, который знают все, который связан с экспериментами на людях, это, конечно же, опыты нацистов над узниками концлагерей, и, ну, я тут думаю, что не стоит даже отдельно на этом останавливаться, это просто ужасно и бесчеловечно. Нас в этом контексте интересуют нюрнбергские процессы, один из малых нюрнбергских процессов, который прошел с участием врачей, которые как раз-таки в этих экспериментах участвовали, и, в частности, нас интересует нюрнбергский кодекс, документ, который был создан после вот этого нюрнбергского процесса, как раз в 1947 году, получается. Это был очень важный документ, он и остается до сих пор важным документом, потому что он первым заложил основной постулат всех нынешних клинических исследований о том, что участие пациента в исследовании в любом, неважно, какое клиническое, не клиническое, любое воздействие, любой эксперимент, возможен только с его добровольного согласия. То есть раньше никого особо не спрашивали, но, представьте, в лагерях вообще никого не спрашивали. Нюрнбергский кодекс установил законодательно, поэтому это очень важный документ, и там, на самом деле, очень много всего. То есть они установили, постановили, что все эксперименты должны проводиться обязательно с какой-то практической пользой, нельзя вот так вот просто, а, давайте изучать, я не знаю, как борщевик влияет на организм человека, нельзя такого делать, хотя нет, это вообще-то практическая польза, это хорошее исследование, надо об этом подумать. Но я к тому, что нельзя вот так вот придумать, ой, пойду я вот изучать, как там кроссовки влияют на что-то там еще. На самом деле, этот же Нюрнбергский кодекс установил, что обязательно нужно провести доклинические исследования на животных и так далее. Ну, в общем, суперважный документ. Вот, следующий препарат, ой, следующая ситуация, я не буду на ней останавливаться, это ледомидовая трагедия. На фотографии это как раз примеры рожденных детей с дефектами, причем дефекты были не только внешнего рода, они были и внутреннего рода, и родилось таких детей около 8 тысяч, вот, и большая часть из них умерли в первый год жизни, после этого, ну, некоторые выжили, и там у них даже какой-то фонд есть. В общем, это просто ужасно, это просто ужасно. На самом деле, сейчас до сих пор как бы ведутся споры, как так получилось, чтобы беременные начали принимать этот препарат, и там есть такая версия, что какая-то компания-производитель как-то раз упомянула в каком-то там своем письме, что вот, очень хорошо помогает беременным. И на самом деле сотрудники этой компании тоже там ждавали женам беременным своим этот препарат, и, в общем-то, по-моему, как раз-таки, как у кого-то по сотрудникам-то первая волна и прошла, и, в общем, это ужасно. Я вот просто как бы так, знаете, своей эмпатией, я просто вообще как-то об этом думаю, мне просто плохо становится. Вот. Но, опять-таки, Толидомид тоже как бы сделал такое свое, ну, важное дело, можно так сказать. После него был создан еще один очень важный документ, Хельсинская декларация, которая расширила, во-первых, сам Нюрнбергский кодекс, и, как бы, так сказать, закрепила все вот эти вот постулаты к клиническим исследованиям над препаратами. То есть, если Нюрнбергский кодекс, он был в общем про исследование на людях, к Хельсинской декларации она уже была про клинические исследования, про исследование препаратов. Ну, и в 96-м году еще вышел, тоже вышел важный документ, это надлежащая клиническая практика. Вот предыдущий оратор говорил про GMP, это Good Manufacturing Practice, это стандарты надлежащие производственной практике. Это то, как, типа, заводы должны правильно производить препарат, чтобы было суперкачественно. Там таких стандартов, их очень много. Вот про клинические исследования. Стандарт называется GCP, это Good Clinical Practice. Это очень большой документ, кстати, есть он и в российской интерпретации, вообще это международный документ, но у нас он тоже есть, он так и называется стандарт надлежащей клинической практике. Вот, там описано, как правильно организовывать клинические исследования, какие документы там нужно вести, как это все вообще, ну, то есть все-все-все-все-все суперподробно. Вот, а про доклинику есть такой же документ, это называется GLP, Good Laboratory Practice. Ну, там их много, на самом деле. Я сейчас на другое приключусь вообще. Так, все, вроде бы я больше не буду страшные истории рассказывать. Да. Вот сейчас я напоминаю, что все, мы возвращаемся к клиническим исследованиям. Если кто-то там на истории заснул, просыпаемся. Вот, и начинаем. Так, первое, у нас вообще, если что, да, клинические исследования, они делятся на несколько фаз. Вот мы, их как бы три основных, есть типа четвертая. Вот, начнем говорить. Первая фаза. Это фаза, которая начинается на тот момент, когда вот молекулка только-только вышла из доклинических исследований, и вроде бы она хорошенькая, такая безопасная, ох, надо проверить. Вот, и тогда запускает фармкомпания, разработчик запускает первую фазу клинических исследований. Это самый-самый первый опыт применения препарата у людей. Включаются в него здоровые добровольцы. Но тут следует сделать такую ремарочку. Не всегда включаются здоровые добровольцы. Если препарат, известно, что он токсичный, например, какой-нибудь противоопухолевый препарат. Ну, как вы думаете, вообще этично ли противоопухолевый препарат, который мы знаем, что он токсичный, давать здоровому добровольцу? Не этично, конечно, да? Поэтому тогда в таких случаях, в первую фазу включаются пациенты с заболеванием, то есть с новообразованиями. Включается пациентов достаточно мало, то есть это до 100 человек, причем самые-самые первые исследования там чуть ли не на 10 людях проводятся, потому что препарат дают сначала в самой минимальной дозировочке, потом дозировочку постепенно-постепенно увеличивают и смотрят, что происходит с человеком, не проявляется ли каких-то побочных эффектов. Это очень усредненная цифра на самом деле, в среднем 1-2 года, грубо говоря. Эта фаза очень важная, то есть на этой фазе тоже достаточно много препаратов отсеивается из-за своей токсичности, потому что, опять-таки, мы не можем экстраполировать данные, которые у нас мы получили в доклинических исследованиях, на людей, потому что, да, конечно, мы можем какие-то предположения сделать, но на самом деле животные же, они совсем другие системы, да, у них другие как бы, ну, они по-другому немножко устроены, вот, поэтому на людях это обязательно нужно проверить сначала в очень таком лайтовом режиме, вот, потому что на самом деле на первой фазе умирают люди, до сих пор умирают, вот, и как бы, да, это происходит, потому что это невозможно предсказать. Препарат может быть идеально, там, показать себя идеально безопасным в доклинике, но потом на первой фазе, там, при минимальных дозировках, ну, убить добровольца, вот, ну, такое случается. Вот, после того, после вот этой первой фазы уже какой-то вырастет, ну, такой, нарабатывается такой костяк молекул, которые более-менее безопасны оказались у человека, да, ну, собственно, главные цели, да, этой первой фазы, во-первых, мы безопасность проверяем, во-вторых, мы немножечко, там, ну, играемся с дозой, да, определяем дозу такую, которая, как бы, еще, ну, вроде бы, не вызывает никаких нежелательных явлений, то есть вот мы путем вот этого титрования дозы, это называется, мы проверяем так, на какой дозе нам лучше остановиться, допустим, на следующих фазах. Следующая фаза – это вторая фаза, это такая уже пилотная, да, здесь уже эффективность, здесь уже оценивается эффективность препарата, то есть включаются пациенты с заболеванием, которые у нас изначально, ну, мы планируем, да, там, что у нас препарат вот этот вот будет против этого заболевания. Ну, тут, конечно, так всякое случается, если кто-то, знаете, я думаю, все слышали про эту историю с стилденофилом, это препарат, ну, Виагра, да, его изначально вообще разрабатывали как препарат для снижения артериального давления, ну, он реально снижает артериальное давление, вот, но просто в какой-то момент пациенты мужского пола стали активно, как бы, просить еще, и получилось, оказалось, что вообще, как бы, вот это его нынешнее показание – это вообще побочный эффект, откровенно говоря, то есть препарат для другого должен был быть, вот, но получилось, что получилось, и оказалось-то, оп, какая интересная, какой интересный побочный эффект, и тут вот на этом, конечно, сыграли, хорошо, вот. Но надо сказать, что для снижения артериального давления он до сих пор, в принципе, применяется, правда, очень редко и очень таки точечно, вот. Продолжительность этой фазы, там, тут уже побольше пациентов, да, тут уже побольше, тут уже счет идет на сотни, фаза уже такая более длительная, 2-4 года, и она очень важная, потому что, во-первых, мы на этой фазе, ну, оцениваем так, минимально какую-то эффективность, да, работает, не работает у нас молекула, плюс оценивается режим дозирования, то есть мы тоже проверяем, смотрим, сколько раз там достаточно препарата принять, там, а сколько, в какой дозе, там, а как часто, какой курс лечения, то есть идет очень активная такая подготовка к последней регистрационной фазе. Это вот третья фаза, это предрегистрационные исследования, почему предрегистрационные, потому что, если препарат прошел третью фазу, все окей, можно регистрировать. Тоже участвуют здесь пациенты с изучаемыми заболеваниями, этот рисуночек, это я, типа, много людей нарисовала, если что, вы поняли, да? Ну, просто мне лень было рисовать реально много людей, поэтому я так сделала. Вот, пациентов тут уже очень много, то есть счет идет на тысячи, участвуют пациенты разных, там, на разных континентах проводятся исследования, с участием разных раз там, ну, в общем, все-все-все, что только можно, все проводится. Вот, очень долго она длится, это 4-8 лет обычно, причем исследования-то не такие, что вот мы просто даем препарат, там, и у нас все смотрим, как там происходит. Нет, у нас обязательно есть контрольная группа, конечно же, ну, это отдельно, да, то есть у нас обязательно идет сравнение, ну, с плацебо, ну, это такая себе история, но иногда с плацебо сравнивают, а потом обязательно, прежде чем регистрировать, препараты обязательно сравнивают с каким-то золотым стандартом лечения вот для этого заболевания. Например, разрабатываем мы там препарат для снижения артериального давления. Нам, и мы там, для того, чтобы привести адекватные клинические исследования, нам, как минимум, одно хорошее качественное исследование нужно провести в сравнении с имеющимся золотым стандартом. То есть мы открываем там, ну, документы нашего Минздрава и смотрим, что у нас там является, ну, или, подождите, не Минздрава, ну, короче, вот это вот важный момент. Короче, смотрим то, что у нас есть в Минздраве, если у нас в российские препараты, просто, конечно, если мы говорим о международных исследованиях, там совсем не Минздрав смотрят, вот, в любом случае выбирают тот препарат, который является, типа, золотым стандартом, которым, ну, как бы, всё хорошо. Вот с ним сравнивают. Ну, это вообще в идеальном случае, это самая хорошая контрольная группа, если сравнивать с золотым стандартом лечения. Вот. Ну, конечно, наш препарат, как минимум, должен показать себя не хуже. То есть там есть ещё две такие разные истории, типа, не меньшая эффективность или нон-инфериорити, и лучше-большая эффективность – это супериорити. Это, блин, это сложно, это, наверное, уже не надо говорить. Ну, короче, в общем, всё, препарат должен показать себя не хуже, чем другой препарат, который уже зарегистрирован, который в идеале является золотым стандартом для лечения данного заболевания. После того, как мы провели третью фазу, если у нас всё хорошо, да, как бы, что тут важно? Во-первых, эффективность, конечно, мы оцениваем, да, но не стоит забывать, что мы продолжаем смотреть за безопасностью. В третьей фазе это тоже очень важно, потому что здесь мы можем поймать, во-первых, более редкие побочные эффекты, согласитесь, если мы там на 30 пациентах смотрим, да, препарат, как действует, а потом на 3000. Какие-то редкие побочные эффекты, конечно, среди этих 3000 будет намного проще поймать. Это первое. Второе, здесь обычно, ну, препарат действительно долго принимается, то есть он пьётся курсом, и мы можем посмотреть какие-то ещё отсроченные там побочные эффекты, дальше следить там препарат, ну, пациент, например, закончил участие в исследовании, а мы продолжаем там его мониторировать, позванивать ему там раз в недельку, раз в месяц, как вы себя чувствуете, всё нормально? Вот, ну, то есть и таким образом, ну, как-то отслеживать состояние пациентов и говорить о каких-то отдалённых побочных эффектах. Ну, после этого всё хорошо, если всё хорошо, препарат мы регистрируем, да, тут в процесс включается отдел продаж маркетинга, они начинают активно работать над тем, чтобы препарат распространить, чтобы он в итоге вот дошёл до нашего прекрасного пациента. Вот, но на этом, на самом деле, история не заканчивается с клиническими исследованиями, потому что есть, ну, типа такая, ну, такая условная четвёртая фаза или постмаркетинговое исследование, в котором, как бы, ну, так или иначе, принимают участие все пациенты, которые этот препарат принимают, да, это очень много, да, то есть весь мир, там бесконечно, всё стремится к бесконечности, и это происходит постоянно. Иногда, конечно, делают отдельные, там, прям постмаркетинговые исследования, что-то там, чтобы проверить. На самом деле, я сейчас говорю, как бы, про фармаконадзор, да, то есть компания-разработчик, она продолжает постоянно-постоянно-постоянно отслеживать безопасность, да, препарата и его, там, допустим, неэффективность. То есть в каждой фармакомпании-разработчик есть такая служба по фармаконадзору, и они, значит, сидят такие, и у них есть вся информация по препарату, им звонят, пишут пациенты, если что-то у них, например, какой-то побочный эффект, ну, врачи в том числе, сообщают им о каких-то случившихся побочных эффектах, которых, например, в инструкции нету, или, например, о каком-то там, я не знаю, извращенном побочном эффекте, который вроде в инструкции прописан, но совершенно иначе там как-то себя проявил, либо же сообщают о том, что препарат был там неэффективен, хотя там в показании такое есть. То есть, ну, это такая вот история. Вы, кстати, тоже, если у вас там вдруг какой-то побочный эффект случился, или там вы выпили препарат, он вам вообще не помог, вы можете зайти на сайт компании-производителя, найти там, у них есть контакты службы фармаконадзора и сообщить им об этом. Для них это будет кейс, они это будут иметь в виду, если у вас там какой-то побочного эффекта раньше в инструкции не было, кто знает, может быть, как раз-таки благодаря вам его включат. Вот. Что там у нас дальше? Так, ну, в общем, если говорить про деньги, знаете, возвращаться на землю, вот такая вот история про оригинальные препараты, она, во-первых, длится, как вы поняли, долго, да, там 11-12 лет, во-вторых, она стоит дорого, ну, больше 100 миллиардов рублей. Вот, я что-то даже задавалась вопросом, короче, на эти деньги можно купить пятую часть всех Мальдивских островов. Вот, думаю, дураки, вообще, что, вот купили, потому что давно не парили, зачем препараты разрабатывают? Вот. Поэтому, вот теперь вопрос, да, к вам. Вот как вы думаете, компания, значит, 12 лет что-то там разрабатывала, потратила кучу денег на это, и, ну, может ли такой препарат стоить 10 рублей? Нет, ну, вы просто, знаете, вот чисто, вот чисто по математику, да, разделите ты 100 миллиардов на 10 рублей, это сколько им упаковок нужно продать, чтобы окупиться? Они же тоже 12 лет будут продавать, если не больше. Вот, поэтому, как бы, тут понятно, что все-таки, ну, фарма – это бизнес. Понятно, что те деньги, которые фармкомпании вложили, они хотят, ну, тоже как-то отбить, причем не там ни за 20 лет, ни за 12 лет, не продавая там 100 миллиардов упаковок. И потому что им нужно разрабатывать следующий препарат, там, и так далее, зарплату платить. Вот. Поэтому, конечно, препарат, когда только выходит на рынок, вот этот оригинальный, он стоит, ну, достаточно дорого. Вот. Плюс есть такая еще история, что когда молекулу синтезировали, ее обычно защищают, ну, как бы ее там патентуют, все такое, и у нее есть срок патентной защиты. По-моему, он 20, да, по-моему, он 20 лет для молекулы. И вот, и в эти 20 лет, вот эти 12 лет, если что, тоже входит. То есть все это время, пока фармкомпании проводят доклинические исследования, клинические исследования, придумывают, какую же ли удобную там лекарственную форму, эту молекулу там засунуть, чтобы, как удобнее будет, там, таблетки, там, капсулы, сироп, или для какого заболевания, то есть, ну, там тоже куча аспектов, на самом деле. Вот. Вот. Все это время, как бы, часики тикают, и у них все меньше времени остается на то, чтобы, ну, безболезненно, так скажем, продавать препараты на фармацевтическом рынке. Почему безболезненно? Потому что... Так, потому что... Потому что сейчас мы введем новое понятие. В общем, это про то, что уже спрашивали. Я еще такая думала, блин, все, ухожу. В общем, есть два таких очень важных понятия. Это международное непатентованное наименование. Это вот то, что я подписала, очень важно. Уголь активированный. Вот. А есть торговое название, да? Это то, что не очень важно, и то, что панацея у нас препарат называется, да? И предваритель ООО Айболит, если что, да? Так вот. Вот это международное непатентованное наименование – это, как бы, имя препарата. То есть, понятно, что препарат – это химическое вещество. У него там есть километровое название химическое, да? Там 2-этил, 3-этил, 5-бутил, там, и вот это вот все. Но у него есть еще краткое имя. То есть, понятно, что нас всех там не называют Иванов Иван Иванович, у нас все там «Ой, Ванька». Да? Вот у каждой молекулы тоже есть такое имя. Вот. Ну, например, там вот… Ну, уголь активированный плохой, на самом деле, пример. Как бы там у него химическое название, я вообще не уверена, что… Ну, в общем, вот тот же парацетамол, да? Ибупрофен, там, я не знаю, что там, амитриптилин какой-нибудь. Вот это вот все, это как раз-таки названия, вот эти вот международные, не патентованные. Это имя молекулы. То есть, это вот то, как она называется. А торговое название – это то имя, которое вот фармкомпания-разработчик решила дать этому препарату, потому что, например, там, я не знаю, ибандроновая кислота звучит, например, ну, как-то не очень, да? И как вот продвигать препарат с названием «ибандроновая кислота»? Ну, не очень, согласитесь. Ну, это, во-первых, длинно, как-то незапоминающиеся, ну, и так далее. Поэтому обычно придумывают какое-то звучное имя такое яркое, чтобы, ну, как-то там классно звучало, чтобы на упаковке красиво смотрелось. То есть, это история такая вот про маркетинг. Вот. Поэтому, когда вы приходите в аптеку, вот на торговое наименование, ну, не особо нужно смотреть. Главное, то, что вот внизу написано мелким шрифтом, как вот предыдущий оратор тоже говорил. И почему это важно еще с практической точки зрения, потому что я несколько лет назад работала в аптеке, вот. И я удивлялась просто людям, которые приходят, и как бы они даже, ну, то есть вот они смотрят, а мне, пожалуйста, вот называют какой-нибудь торговый наименование, мне вот, пожалуйста, препарат «панацея». А у нас, например, препарата «панацея» нету. Я такая, блин, ну, у нас «панацея» нет, но у нас есть другое с таким же... Нет, мне не надо вот это вот, мне «панацею», пожалуйста. И это вот то, что вы мне предлагаете, это вообще не действует. Я такая, ну, окей, как бы, хорошо. Вот, так вот, я сейчас, конечно, не стремлюсь, да, там вам сказать, ребята, там, берись все подряд. Нет, я сейчас про другое говорю. Я вам говорю про то, что всякое бывает, да, вот когда вы приходите в аптеку, бывает, что препарата нет. Да, а у нас, как бы, сейчас законодательно в Российской Федерации закреплено то, что врач должен выписывать препарат по МНН, да, то есть вот именно имя молекулы писать, не какой-то торговый. Вот если вам торговый выписали, вам повод здесь задуматься, что что-то там не то происходит. Вот, ну, как бы, часто, часто просто это привычка, потому что это не такое прям давнишнее нововведение. Вот, и, по сути, вы можете прийти, да, с этим рецептом в аптеку, сказать, вот, пожалуйста, покажите, какие у вас варианты есть. Они, значит, вам провизор такое показывает, что вот есть такое, 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 и вы там по своим финансовым возможностям или по каким-то там, может быть, каким-то личным, ну, предпочтениям, да, выбираете. Может, вы там любите какого-нибудь производителя, вот, все у него, все препараты его пьете, пожалуйста. Вот, вы выбираете препарат. Вот, и, как бы, это ок. Но бывает такое, что, например, если вам, ну, условно, да, выписали вам все-таки, вам посоветовали купить там вот такой-то препарат, такого-то производителя и так далее. Вы пришли в аптеку, вам говорят, ой, слушайте, вот этого нет, и вообще это плохо действует, вы возьмите лучше другой препарат. В этом случае вам обязательно нужно проверить МНН, вот это вот международное непатентовное наименование, потому что у меня лично в практике было очень много, ну, таких ситуаций, когда моим знакомым, не я, ну, кто-то такие другие провизоры, ну, мне знакомые пишут, что, слушай, мне вот посоветовали другой препарат, посмотри, пожалуйста. Просто я смотрю, как бы, вроде бы, там, с одной стороны, все ок, да, то есть даже препарат из, ну, из той же, ну, химической группы, там, ну, не из химической группы, из той же фармакологической группы, все ок. Они даже химически, там, производные, там, одного и того же вещества. Но на самом деле, заглядываю, что показания спрашивают, там, насчет чего там, по поводу чего тебе-то все прописали-то, какое показание, она мне, значит, называет. Я такая захожу, показания сравниваю, и там, как бы, это препарат был антибактериальный, я сравниваю, там спектр действия вообще другой. Ну, то есть, вот, один препарат, значит, против того действует, против которого ей назначили, а другой нет. Я говорю, зачем ты это купила? Она, ну, мне сказали, что вот он получше, там, тра-та-та-та. Я говорю, а тебя спросили вообще против чего? Ну, нет, ну, м-м-м. Ну, то есть, как бы, это к тому, что разные бывают врачи, разные провизоры, то есть, ну, всякое бывает, как бы, и важно то, что в том, в этом важно то, что, как бы, вы ответственны за свое здоровье, и вам, в первую очередь, нужно быть, это должно быть важно и нужно, да, то есть, вы должны следить за тем, что вам там замену ставят, действительно, с тем же МНН, то есть, не надо, там, я не знаю, еще-то тоже смешная ситуация. Бывало, что у нас приходили, там, ну, пациенты, например, покупали, там, не знаю, там, амоксицилин, это антибиотик, маленькую упаковочку, на курс надо было, там, 20 таблеток, капсул, да, там, они покупали, нет, мы возьмем 10 пока. Потом приходят, ой, я вот там амоксицилин попила, 10 капсул, вот мне надо еще там 10, а может быть, я все-таки возьму, а может, я возьму все-таки азитромицин какой-нибудь, или клоритромицин, или вообще там, я не знаю, что-нибудь другое, вот, и я в этот момент, у меня вот такие глаза, я думаю, вот так нельзя делать. Вот если вы начали бить один антибиотик, допивайте его, пропивайте полный курс, не надо там менять или что-то такое. У вас как бы вот оно есть, МНН, вот у вас прописал вам врач омоксицелин, о, пейте его, не читайте, не слушайте никого, что, а это вот лучше помогает, а мне вот лучше этот помог, а мне вот этот не помог, вы никого не слушаете. Поэтому МНН, это супер важно. МНН, это как раз активное вещество, действующее вещество, это вот, ну вот, все про это. Все нормально? У меня прям чуть-чуть осталось, честно. О, вот это мой любимый слайд. Ну нет, предыдущий был любимый, это второй любимый. Вот, как раз таки вот эта ситуация, когда вы приходите в аптеку, вот такие, блин, вот у нас, значит, есть тут, на мне нужен ибупрофен, вам тут выкладывают, один за 1000 рублей, другой за 10 рублей, другой за 100 рублей, другой за 200, и в общем вы такие стоите, не понимаете вообще, что происходит. Вот, рассказываю, да, как правило, самый дорогой препарат вот из этого ряда будет оригинальным. Это как раз то, про что мы с вами говорили. Это вот эти 12 лет, 100 миллиардов, там погибшие животные, иногда люди, но это я пугаю, конечно. Вот, то есть это цена того, как бы тех усилий, того объема работы, того объема денег, которые фармкомпании потратили, да, вот на то, чтобы вот этот препарат разработать. Вот. А все остальное это аналоги или дженерики, их еще называют, ну, кто-то кому-то нравится, генерики, мне кажется, генерики, это как-то очень странно звучит, дженерики, вот, или воспроизведенные препараты. Это вот то самое, что, о чем тоже как бы упоминалось в предыдущей лекции, в общем, почему так происходит? Потому что, я уже упоминала, да, про патентный срок защиты. В общем, когда патентный срок защиты заканчивается, любая другая компания может производить этот препарат, выпускать эту молекулу. Все. Ну, они там как-то, ну, они покупают лицензию, там покупают, например, способ синтеза, там, ну, всякое разное бывает. А кто-то даже этого не делает, они уже такие, ага, классная молекула, через два года у нее выедет срок патентной защиты, надо брать. И они там потихонечку начинают в лабораториях там подбирать метод синтеза, как бы эту молекулу сделать. И, короче, когда только заканчивают, знаете, песочные часики, последняя песчинка упала, все, все кинулись быстрее тоже производить, они уже там придумали, как синтезировать эту молекулу, все уже там придумали, все разработали, проводят срочно там исследования и выпускают на рынок. Понятно, что они, а, ну, сейчас я, кстати, об этом скажу, что-то я уже сбежала. В общем, вот эти компании, которые, это неплохо, на самом деле это хорошо, я сейчас объясню, почему. Они, конечно же, уже делают немножко другой объем работы, немножко другие деньги платят. И вот сейчас я про это тоже скажу. Прямо у меня немножечко осталось. Это вот я почему-то еще раз сделал такой слайд. Почему? Не знаю, что-то набираться у меня не совпадает. Короче, ладно, не важно. Во! В общем, есть такое понятие, как исследование биоэквивалентности. Блин, мне кажется, зря я на этот слайд переключу. Все, пока возвращаемся. Короче, в общем, вот. Компании дженерики, которые, дженериковые компании, которые вот эти вот аналоги выпускают, им нужно, ну, по российским законодательствам, понятно, везде по-разному, нужно провести сокращенный объем исследований. Если касается доклиники, помните, да, наш список? И что это там сколько-то, ну, это реально много лет проходит, и они там и на клетках, и на всем изучают. В общем, компания, дженериковым компаниям достаточно провести исследование токсичности, общей токсичности. Ну и все. Иногда еще разрешают литературным обзором покрыть, если, ну, как бы, препарат действительно прям полностью идентичен тому, ну, как бы, оригинальному, прям даже вспомогательным веществам все один в один, разрешают иногда покрыть литературным обзором. То есть, ну, как бы, взяли там все, там, открытые источники. Ну, правда, когда только препарат вышел, это проблемно, но тем не менее. То есть, достаточно провести общую токсичность, и, как бы, это, ну, вот, знаете, это 3,5 месяца по стоимости, ну, даже, как бы, ну, миллион, полтора, вот так вот, ну, не больше. Вот. И клинических исследований это тоже касается. Тут, конечно, тут немножко зависит от того, какая лекарственная форма. Вообще, понятно, слово лекарственная форма? Да? Это состояние, в котором находится лекарственное вещество. То есть, например, таблетки – это лекарственная форма, раствор для внутривенного введения – это лекарственная форма, там, глазные капли – это лекарственная форма. То есть, ну, от этого зависит способ приема препарата. Вот. Тут важно понять, есть препараты, для препаратов, которые принимаются внутрь и всасываются в кровь, у них своё направление исследования, для всех остальных немножко другое. И самое такое, почему ещё очень много генериков именно таблеточных, вот таких вот для приёма, не только таблеточных, для приёма внутрь, потому что там достаточно провести исследование биоэквивалентности. В исследовании биоэквивалентности я вот схему нарисовала. В общем, берёте вы пациентов, ни 100, ни 1000, ни 200, ну иногда 100 бывает, около сотни, от препарата зависит. В общем, минимум 20, ну как бы зависит от препарата на самом деле, там до 100 может быть. Эти пациенты к вам приходят, значит, в первый период исследования, значит, в первый период исследования в один день приходят, выбивают одну таблеточку, у них кровь берут в определённых точечках, рисуют графики, ну по концентрации, в смысле, определяют. Проходит период отмывки, ну типа, чтобы у них следов от этого первого препарата не осталось нигде в крови, значит, неделя, две проходят, там, считают от периода полувыведения. Они приходят ещё раз, пьют таблетку уже там, дженериковый препарат, это исследование, если что, проводится в сравнении, да, то есть берут оригинальный препарат и вот наш разработанный. Они вот реально одну таблетку, одну таблетку нашего разрабатываемого препарата, опять у них в этих же точках берут кровь, опять рисуют графику и потом сравнивают. Ну сравнивают, конечно, не вот прям накладывают рисуночки, разглядывают, нет, конечно, для этого существуют статистики, биостатистики, если быть точным. В общем, эти биостатистики, они собирают все графики от всех пациентов, у них там есть свои там статистические тесты, они там всё, у них там параметры, всё это они просчитывают, просчитывают, просчитывают. И у нас законодательно установлены эти границы биоэквивалентности, в общем, если вот в эти границы все расчёты уместились, всё классно, препарат биоэквивалентен, можем регистрировать. Вот мы сделали там общую токсичность, сделали биоэквивалентность, классно. Тут у меня есть типа шуточка, да. Это биоэквивалентность, да, ещё раз говорю, это для лекарственных форм, для приёма внутрь, для всего остального есть зачёркнутый мастер-карт, для всего остального проводится третья фаза. Но третья фаза не такая, какую мы проводили для оригинальных препаратов, да, там 5 тысяч пациентов, 3 континента, там 5 раз, ой, 5 раз таких, сколько столько там нету, вот. Очень ограниченные там это проводят третью фазу, вот, то есть там, ну, как бы, ну, 300 пациентов, ну, там 500 максимум, если очень такой вот сложный, такой хитренький препарат, обычно, ну, в среднем, да, это вот, ну, где-то там, ну, 100-300 вот в этих границах. Вот, проводят третью фазу, она достаточно такая, ну, нормальная, ну, как бы, она достаточно ограничена по времени, не 4 года они там её делают, не 8 лет, там, зависит от препарата, да, ну, полгода, может, они её делают, ну, максимум год. То есть это всё очень быстренько проходит на самом деле. Вот, и, ой, короче, вот если, ну, это я сейчас тоже очень средние цифры привела, да, то есть, условно, исследование длится 3-12 месяцев. 3 месяца – это если биоэквивалентность на 20 пациентах, там, какой-нибудь, ну, суперпростой препарат, там, я не знаю, там, ну, что, ну, там, тремибутин, ну, не самый известный, ну, ладно. Вот, это, ну, как бы, реально, ну, реально такое очень сокращённое исследование. Ну, и 12 месяцев, например, для какой-нибудь, там, я не знаю, препарата, который, там, я не знаю, там, онкологический, который вводится внутривенно-капельно по определённой схеме. Там раз в месяц приходит пациент, ему там капают столько-столько-столько, и вот, как бы, в течение, ну, года могут, например, его смотреть, и на этом основании делают уже вывод. Но там, правда, делают вывод не о биоэквивалентности, а о терапевтической эквивалентности, то есть о том, что препарат вот наш, который мы разработали, он не хуже оригинального. Ну, обычно, как бы, никто не замахивается на то, что мы круче оригинального, все делают, типа, ну, что, вот, мы не хуже, и нормально. Вот. Стоит это, ну, вот, тоже этот большой запрос, разброс, потому что биоэквивалентность стоит реально, ну, намного дешевле, это вот 5 миллионов. Это вот про биоэквивалентность. Вот. И, как бы, ну, 20, ну, 30 миллионов, может, ну, 50 максимум может стоить, ну, ну, да, где-то 50, ну, может, 100, но это вот очень, это очень редко. Вот, может, стоит третья фаза, да, для вот такого препарата. То есть, согласитесь, что, ну, как бы, 20 миллионов и 100 миллиардов, большая разница, да, на 20 миллионов даже, мне кажется, один остров на Мальдивах не купишь. Вот. И, ну, как вы думаете, вот, просто чисто, ну, логически, да, вот, если компания потратила год, потратила, допустим, 20 миллионов, 20 миллионов, а не 12 лет и 100 миллиардов, ну, смысл им ставить, да, большую цену. Они могут намного ставить, поставить цену значительно ниже, потому что у них затраты меньше, и им нужно для того, чтобы окупиться, реализовать намного меньше препаратов. И, как бы, в общем-то, вот он весь секрет. Всё то, что, ну, как бы, дешевле, это то, что называется дженериками, воспроизведёнными препаратами, и они стоят дешевле, потому что на них потратились меньше. То есть, там не было вот этого вот от клеточки до, там, пациента, не было вот этих 12 лет, не было вот этих вот, ну, чаще всего, ну, как бы, тоже очень редко бывают, конечно, жертвы, но это скорее нет. Вот. То есть, ну, как бы, затраты вообще, то есть, не соизмеримы, ни временные, там, и ни денежные, поэтому понятно, что, ну, в компании дженериковые могут ставить цены намного-намного меньше. Вот. Тут, конечно, обычно возникает вопрос, типа, а как же выбрать, а что выбирать, покупать оригинальный препарат или покупать дженерик? Ну, тут, как бы, я вам ещё не советчик, потому что это, ну, ваш выбор, я уже сказала, да, во-первых, вы можете выбирать, во-первых, ну, по своим финансовым, финансовым возможностям, кто-то там принципиально, я буду покупать оригинальный препарат, пожалуйста. Но не у всех есть такая возможность, и на самом деле дженерики в этом смысле это очень хорошо, потому что то, что появляются дженерики, то, что, ну, как бы, препараты достаточно доступны по своей цене, это делает доступным, ну, доступной терапией для, ну, большего количества пациентов. Вот. Поэтому, ну, если у вас там есть какие-то предпочтения в плане фирмы, там, компании, кому-то там вы верите, ну, я не буду называть название компаний, вот, ну, только, как бы, ну, пожалуйста, выбирайте, да, то есть то, что качественные дженерики абсолютно точно бывают, и, как бы, бояться дженериков, да, как и бояться лекарства, как вот, да, предыдущий оратор говорил, не нужно, да, то есть дженерики – это нормально, всё ок. Вот. И я, помните, начинала лекцию с английских слов. Вот. Короче, если… Я вообще, конечно, я просто представляю, после первого серьёзного лектора я тут вышла такая, хе-хей, вот. Ну, просто, да, скажу в своё оправдание, но это просто мой такой этот способ донесения информации. В общем, если вам стало интересно, если вы знаете английский или хотите его улучшить, или даже если не знаете английский, но вам интересно, то я очень советую послушать три курса на Курсере. Это как раз-таки вот они с этими названиями – drug discovery, development and commercialization. Это прям три таких, ну, как бы, последовательных курса, которые они сами по себе отдельные. Можете послушать что-то одно, если вам, например, стало очень интересно, как разрабатывается молекула, да. Вот. А можете послушать все три. Ну, вот именно в таком порядке, ну, чисто по логике. Вот. Курс проводят университет Сан-Диего в Калифорнии. Они очень такие, ну, хорошие специалисты. Они достаточно просто тоже всё рассказывают. Курс на английском, но есть русские субтитры. Поэтому, если кто-то с английским не дружит, то, в принципе, можно смотреть с русскими субтитрами. Вот. Он бесплатный. Но если вам вдруг станет супер-очень интересно, и вы захотите там ещё заиметь сертификат о прохождении этого курса, то там, как бы, по-моему, сейчас, ну, я не знаю, сколько, в общем, сколько-то можно заплатить, делать всю домашку, там, набирать баллы, кредиты, и вам дадут ещё сертификат по окончании курса. Но это не обязательно, вы можете просто быть слушателем. Вот. Что я ещё хотела сказать. Вроде бы всё. Благодарю за внимание. Я тут указала все контакты, какие только можно. В общем, можете мне писать, там, спрашивать. Я всегда очень открыта и к взаимосотрудничеству, и к дружбе, и к каким-то там вот, не знаю, к общению, в общем. Вот. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всё, все уже домой хотят. Прям как мои студенты. Ой, два уже даже есть. И три. Давайте, кто? Давайте, девушка, вы первая была. Ох, какой хороший вопрос. Да, сейчас я повторю. Девушка спросила, производят ли оригинальные препараты в России. Вот. Это сложный вопрос. На самом деле, к сожалению, фармацевтический рынок России, он больше такой, ну, наша российская компания, это больше дженериковая компания. Но оригинальные препараты есть. Их не очень много. И компании, которые их производят, вообще тоже не очень много. Я не буду их называть прям вот как бы, мне кажется, меня снимают на открытую камеру. В общем, скажут, что я тут рекламирую. Ну, в общем, они есть, их немного. И, конечно, основной рынок оригинальных препаратов, он не у нас совсем. Я не знаю, когда эта ситуация изменится. Если интересно, там что-то конкретное, можете подойти, конечно. Много человек, вы не передумали задавать вопрос? Спасибо. 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 Я поняла вопрос. Первый вопрос был, есть ли какие-то законные способы сократить первую фазу. Если они есть, я о них не знаю, потому что первая фаза – это действительно очень важно, и за этим очень строго следят регуляторные органы, потому что если не доследить за первой фазой, то на второй фазе, когда уже участвует больше пациентов, может быть намного больше жертв. Это я уже сказала ранее, как я сказала ранее, что пациент сейчас в клинических исследованиях – это основное, это тот человек, которому нельзя навредить, и все-все-все делается максимально для того, чтобы люди не погибали в ходе клинических исследований, а это напрямую зависит от того, насколько качественно была проведена первая фаза. Второй вопрос был про то, что у молодого человека, оказывается, 100 миллиардов и 12 лет, и у него есть еще парочка миллиардов лишних, и он хочет выкупить комиссию, чтобы подтасовать результаты клинических исследований. Я правильно говорю? Ну, чуть-чуть переначала. И типа делают ли так, и можно ли так? Вы это спрашиваете? Нельзя, конечно, но делают. Ну, тут, знаете, как бы стоит сказать, что, конечно же, во-первых, что-то фармацевтический бизнес – это, в общем, в тройке с оружием и наркотиками так-то, поэтому там бывает, конечно, ну, очень так-то вот нечестно, и по-всякому бывает, поэтому, конечно, такие случаи есть, но ясно, что никто об этом вслух не говорит, и часто очень докопаться до такого реально сложно. То есть расследования иногда, ну, они работают, наверное, только если внедряться в эти сами компании, разбираться. Так, конечно, нельзя, но так действительно происходит, потому что это бизнес. И третий вопрос был про то, почему у нас есть в русском языке отдельно наркотико, слово наркотико, отдельно слово лекарство, в английском языке очень часто используется слово «drug». Во-первых, ну, в английском языке не только «drug» используется, там есть что-то там «medicine», что-то там еще, «remedy», «medicinal product», в общем, по-разному, просто, ну, так принято, я не знаю, честно говоря, почему так вот используется. Вот девушка, по-моему, третья была. Сейчас, в следующем. Вопрос относительно БАД. Какое это исследование, может быть, в больнице или врачном медиа, а не в больнице, в больнице, в больнице, в больнице, в больнице, в больнице. Настоящее ощущение, что столь же АПЛИН вообще не очень. Спасибо за вопрос. Вопрос был про БАДы. Отвечу. Давайте я на второй вопрос сначала отвечу. Преподаете ли вы сейчас? Нет, я не преподаю. К сожалению, полгода назад закончила свою преподавательскую деятельность, но сейчас работаю в этом направлении. Просто, ну, я вообще преподавала фармхимию, поэтому у меня лекции были такие дурацкие, как раз. Но нравилось вроде студентам про котиков, мы хорошо говорили. Сейчас пока не преподаю. Первый вопрос был про БАДы. Проходят ли они клинические исследования? Про то, нужны ли они вообще? Ну, и вообще, что там, как быть, что есть мнение, что они вообще не нужны? Имеют ли право прописывать их врачи и советовать информацию провизора? БАДы, вообще, для них не обязательно проведение клинических исследований. У них, то есть, ну, такого вот нет. Главное, у БАДов, когда регистрируются БАДы, главное, чтобы их состав соответствовал всем необходимым требованиям. Это даже не Минздрав регулирует БАДы. БАДы регулируют Роспотребнадзор. И, как бы, это совсем, понимаете, другая история. Никто там не смотрит, что как. У них есть список запрещенных компонентов, типа, совсем токсичные нельзя, все остальное можно. Ну, я утрирую, конечно. Конечно, там очень хороший, очень большой список. И там, если есть малейшие какие-то риски, то, конечно же, вещество попадает в этот список. И не может быть включено в БАД. Причем этот список, он, как бы, разнится от страны к стране. То есть это везде разные составы. Поэтому никакие клинические исследования не проводятся. Но вообще сейчас очень модно стало проводить, на самом деле, клинические исследования. Поэтому компании периодически проводят клинические исследования для БАДов. Другой вопрос, как они их проводят. Более того, я скажу, что клинические исследования проводятся даже для продуктов питания. То есть то, что в рекламе пишется, 50% людей, которые приняли наш кефирчик, стало намного лучше пищеварение. Производители не имеют права просто так голословно об этом говорить. Они проводят для этого реально клинические исследования. Другой вопрос, как они проводят. Действительно, большие компании проводят хорошие клинические исследования, у них на это выделяются бюджеты, и то, что там они что-то говорят, иногда этому действительно можно верить. С БАДами такая же ситуация. Сейчас скорее такая тенденция пошла, что люди сейчас мало чему верят, они очень такие подозрительные. И компании реально делают какие-то исследования, чтобы чем-то подкрепить вот эту свою активность. По поводу того, что имеют ли право врачи и провизоры прописывать БАД, в рецепте нет, потому что фактически, ну как сказать, знаете, такой очень скользкий вопрос. Они могут вам рекомендовать. Я не знаю никакого такого регламента, где было бы написано, что врачи не имеют права рекомендовать пациентам прием биологический активный добавок. Ну вот, может, если кто-то знает таких, может быть, вы мне скажете, но я, честно говоря, не изучала этот вопрос, может быть, поэтому я не знаю. Поэтому, конечно, они рекомендуют. И просто действительно есть, ну, наверное, у меня есть такое мнение, что действительно есть нормальные БАДы, которые, может быть, в чем-то полезны. Но большая часть БАДов, которые есть на рынке, это откровенно такая фигня, которую вообще лишний раз лучше не пить, потому что там одни только вспомогательные вещества. Ну, зачем себе в себя это все пичкать? Все вот эти микроэлементы, там, все вот это вот можно получить, там, сбалансированно питаясь, условно говоря. Зачем как бы вот эту вот всю ерунду еще кушать? Ой! В общем, третий вопрос был? Все. И... Да, наверное. У вас, наверное, много вопросов, да? Спасибо. У меня есть вопрос, который был вопрос уящнений. Вы скажите, вот, вот, как вы с инженериками, да, это то, что, ну, аналоги, да, препараты стали. А как вы, как вы называете этот препарат, он вот, например, такой вот. Есть акклинированный уход, да, в том, что 9 рублей. А вот есть этот препарат, в котором составили активированный уголь, там, сокарочек, я не знаю, витамин С, и он уже стоит 50 рублей. Вот так вот это, как и более, препараты называют? Да, конечно, это комбинированные препараты, это нормально, потому что в какой-то момент как бы становится невыгодно реализовывать только монокомпоненты, поэтому стараются какие-то там придать преимущества препаратам. Ну, на самом деле, сложно сказать. Вообще, я думаю, что их тоже можно отнести в каком-то смысле к дженерикам, но не в том, не совсем как бы, нет, нельзя их к дженерикам отнести, потому что дженерики – это вот прям полное стопроцентное повторение, то есть если комбинацию, а так это просто комбинированный препарат из известных там компонентов условно. По-моему, сейчас даже есть такое, знаете, ну, такая, не термин, а такое ходячее такое словечко, типа бабушкины препараты, то есть это препараты, которые состоят из давно известных компонентов, как бы, и вот, ну, их там бабушкины лекарства называют, ну, вот так. Ну, это комбинированный препарат, их дженериками нельзя называть все-таки. Хорошо. И вот у меня есть второе вопрос, я вам не знаю, как вы правильно задать, но я просто напомяну, что в лекции не могут быть процессы, и вообще есть, я знаю, в этой германии, по отношению к консоциям, скажите, пожалуйста, если мы берем этику медицинскую, уберем, как сказать, вот это там, не знаю, человеческое сострадание, то ведь достижения немецких медиков, они вам многое дополнили и ускорили развитие медицины. А можете вы, по-моему, тогда к этому поводу, вы видите, на ваш взгляд, самые такие важные именно там открытия или, может быть, какие-то методы выяснили? Ой, именно со временем. Я взял ли медицинскую процеду, они нас с деятельностью. Врачей, которые работают. Ой, ну, знаете, если вы изучали этот... Пожалуйста, вопрос. А, ой, спросите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Вот. Вопрос был... А первый ты поняли про что? Нет. Блин. А, короче, первый вопрос был про то, что если многокомпонентный препарат, типа там к угольку добавили сахарок, там витамин С и так далее, можно ли это назвать дженериком? Ответа нет, нельзя. Это скорее такой, ну, просто комбинированный препарат или там бабушкин препарат, если там известные, давно известные компоненты, просто собраны в одну кучку. Вот. Второй вопрос был про такой очень этический, скользкий. В общем, про то, что врачи, которые работали в концлагерях, проводили опыты над людьми, что сделали ли они что-то полезное в итоге, и, может быть, ну, как бы прорыв немецких врачей в чем-то основанный на этих опытах. В общем, хочу ответить, да. Во-первых, если вы изучали этот вопрос, ну, или это, может быть, вы придете сегодня домой и об этом почитаете, те опыты, которые проводили нацисты над людьми, ну, в основном, очень многие опыты, они были просто, я не знаю, чем обусловлены, да, то есть они, например, кастрировали, ну, гомосексуалистов, например, и там проверяли, что-то там укалывали гормоны и смотрели, как у них там будет организм на это взаимодействие. Ну, это нормально? Это что-то как-то дало какой-то прорыв в медицине? Я считаю, что нет. Кроме того, у них были такие опыты, типа, знаете, проверить, насколько там, при какой, ну, как бы, грубо говоря, там, при какой температуре. Ну, короче, в общем, спасибо. В общем, там такие были эксперименты ужасные. То есть вы почитайте. Я не думаю, что это как-то повлияло на прорыв в медицине. Для меня это акт просто бесчеловечности. Ну, конечно, все как бы могут иметь свое мнение. Но ответ, я думаю, что, ну, с моей точки зрения, я считаю, что нет. Я не видела там ни одного эксперимента, который действительно бы там стал крутым. Ну, или там каким-то важным в медицине. Что-то, может быть, они сделали, но это не отменяет их бесчеловечности. Все. Спасибо. Во все, можно ходить? Спасибо.